МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валерии 6 лет. Она любит маму, красивых кукол и добрые сказки. Но не любит болеть и терпеть не может уколы и анализ крови. Но мама сказала, что настоящие принцессы ничего не боятся. И Лера смело входит в процедурный кабинет. Нет таких слов, которые способны уговорить малыша потерпеть боль. Утешит только поддержка мамы, ловкие руки медсестры и обещанная награда. В процедурных кабинетах белгородских и староскольских больниц стоят ведерки с подарками. Акцию ведерка радости придумала организация «Святой Белогорье против детского рака». Когда идешь к детям, невозможно жить, во-первых, с пустыми руками, а во-вторых, ты же четко понимаешь, что они не на курорте, что они испытывают достаточно сильные боли, стресс и так далее. И, конечно, мы хотели как-то порадовать их, чем-то высушить слезы детские, если можно так сказать. Участники организации не понаслышке знают, как тяжело бывает сдавать с ребенком анализы чуть ли не каждый день. Я с ребенком тоже прошла через это ведерко радости. Мы были в онкоотделении. Кровь из вены брали через день для проверки анализов. Медсестры старались очень поддержать добрыми словами. И им, конечно же, помогали игрушки из ведерка радости. Ребенок, идя до палаты, уже рассматривал игрушку, старался по коридору открыть ее. И уже с подключенной капельницей начинал играть прямо в коридоре. Такое маленькое поощрение очень радует юных пациентов. Дети быстро забывают негатив, и наша маленькая героиня беззаботно играет с новой игрушкой. Неудивительно, что в детской поликлинике номер один поддержали такую добрую акцию. Конечно, мы очень рады, что наши пациенты, приходя в поликлинику, получают достойную награду и приз за свою смелость в виде игрушки. И есть категория пациентов, которые уже неоднократно, приходя к нам, идут целенаправленно взять то или определенный приз для себя. Мягкие игрушки, стеклянные керамические фигурки, детская косметика и заколки, а также игрушки с большим количеством мелких деталей не подходят для ведерка радости. Машинки, куклы и пупсы, фигурки зверей, разные мячики, цветные карандаши, фломастеры и маленькие блокноты – это то, что надо. Игрушки, обязательно новые, может принести любой желающий. В Белгороде их принимают на улице Архиерейской в доме номер 8 с 10 до 18 часов. Адрес Старомосколи – Молодежный проспект, дом 12, офис 4. Также можно сделать пожертвования на сайте, указав в сообщении «Проект «Ведерко радости». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова